Всех приветствую на своем канале и хотела просто поболтать с вами. Видеоболталка. Тема будет такая. Авито. Странный покупатель. Хитрожопый, можно так сказать. Короче, я разместила объявление о сломанном отпаривателе на Авито на Юле, марке МИЕ итальянской, за 500 рублей. И вчера звонит мужик, зовут его Виктор, с Авито. Ой, здравствуйте. Ой, я бы хотела подъехать, забрать у вас отпариватель завтра. Я говорю, хорошо, подъезжайте. Ну, предварительно я вам позвоню за 15 минут, вот, к часу. Хорошо. Потом перезвоню через 10-15 минут. А какой адрес, я же не уточнила. А, это где вот КВН, там ля-ля-ля. Да, хорошо. Потом перезвоню. Нет, давайте в 10 утра, чтобы у вас день не терялся. Хорошо. Цена была озвучена, 500 рублей. И этот отпариватель не работает. Там не идет пар, там засорилось, что-то сломалось. Вот. Даже если его починишь, он все равно через время сломается и так далее. Далее. Я подъеду завтра в 10 утра. Хорошо. Подъезжаю, но предварительно хоть за 5 минут позвонишь, что ты подъехал, ля-ля-ля. Я говорю, вам разобрать заранее? Не, я сам разберу. Хорошо. 9.30 утра. Я приехал. Я ему сказала номер домофона, он позвонил. В квартиру я его не пускала. Я на площадке продавала этот отпариватель. Вытаскиваю отпариватель. Выдывается мужчинка. Лет 40-45. Метр 75 такое. Большие вот такие очки. Золотая права. Не знаю, настоящее золото или нет. Я вообще как не разбираюсь. Далее. Он все посмотрел. Да, я буду брать. Разобрал все. Я ему помогла. Он даже не понимает, как разбирать отпариватель. Я была в шоке. Я думала, как же он будет? Он говорит, у меня корпус лопнул у отпаривателя. Я буду вот эту часть заменю себе, чтобы у меня работало. Я не знаю, та же и та модель. И в итоге он это... Ну, подойдет. Я все соберу, все нормально будет. Ну, собрал. Сумку упаковал. Должен расплатиться. С барсеткой был. И дает мне 200 рублей. Я говорю, мы договаривались на 500. Нет, вы что? Я вчера же вам сказала. Вы мне за 200 дадите? Я, короче, в шоке от этого чувака. Но мне не жалко. Пусть берет. Просто судьба заберет у него эти деньги. И просто я хочу вас предупредить, кто продает на Авито, на Юле, обязательно договаривайтесь, что вот такая-то, такая-то цена. И ни больше, ни меньше. Или, ну, заранее. Если вы снижаете цены, то вы уже обговорили. И такой довольный. Поехал. Ой, пятый этаж, я еле поднялся. С пузиком, размер 54-56. Я, короче, в шоке. Вот. Так что перед тем, как вы размещаете на Авито объявление, и бывают такие вот странные покупатели, которые тебе еще портят настроение, еще такие недовольные или жадные мужики, ну, он жадный, стопудово. Мама говорит, он, наверное, еврей. Я говорю, да я не знаю, вроде русский на лицо. Ни армянин, ни грузин, там, ни таджик, ни какой-то там узбек. Вроде русский. Я говорю, ну, мужики такие дотошные, жалкие просто. Я в шоке. 200 рублей. Такие дает, они уже вот такие, понимаете, смятые, уже такие старенькие. Прямо такой простается, как будто, я не знаю, 20 тысяч мне отдает. Просто мне так смешно было, я в шоке. И я решила поделиться, выговориться вам. Вот, интересно, вам попадались на Авито такие покупатели? Я, конечно, в шоке. Ну, там много, кстати, на Авито продается на запчасти отпаривателей. И вот этот отпариватель Мие, он, кстати, не очень хороший, потому что многие пишут отзывы, что там плохо отпаривает хлопок Ле, и что со временем. У кого-то корпус лопает, у кого-то протекает, у кого-то там пар не идет, как у меня. Вот у меня не шел пар. Мы его даже чистили водой, уксусом. Не идет и все, и не работает. А откручивать и менять там, ну, если сдавать серочный центр, ну, этот ремонт обойдется 2-3 тысячи. Ну, и смысл, если я уже купила новый отпариватель, я позже вам покажу на него обзор. Отечественного производителя я в этот раз поддержала. Мне очень нравится, он работает. Конечно, в отпариватель желательно использовать дистиллированную воду, не из-под крана. Вот. Так что решила вам поделиться и высказать, что вы думаете об этом. Всем пока-пока!